всем привет вы на канале sober vision и так ребята сегодня долгожданный обзор на новых муравьев которые пополнили мою коллекцию и это пожарники не забудьте подписаться и нажать на колокольчик спасибо приятного просмотра приехали они ко мне вот в такой пробирочки и как вы можете видеть их трое при этом матки в этой колонии нет тут есть гомергат выбор формикария для заселения не стоял конечно это формикарий азия ну и к нему подстыкуем малую самосборную арену декор я решил немного изменить так как эти муравьи в основном падальщики и питаются мертвыми насекомыми я не стал заливать дно затирочной смесью а прям сверху положил сухой мох и коряжку живые насекомые могут прятаться под омхом но такими насекомыми я не планирую кормить пожарников поэтому и так норм получилось на мой взгляд неплохо по крайней мере отличается от стального декора арен который у меня есть я имею ввиду арены украшенные с помощью затирочной смеси песка камней и пластиковых растений в этой арене получился как кусочек леса хотя я думаю внешне он не особо похож на тот лес где обитают эти муравьи заселять как обычно я решил через само гнездо для этого в азии есть специальное отверстие сбоку не забываем насыпать субстрат на дно гнезда он необходим для пожарников а конкретнее для личинок которые окукливаются с помощью этого субстрата и как ни странно муравьи достаточно быстро переехали панирины не особо любят покидать насиженные места и обычно сидят до упора а тут такой подарок судьбы быстро и без проблем думаю самое время несколько слов с сказать про этих красавцев итак размеры муравьев матка 16 17 миллиметров рабочие 12 16 миллиметров самцы около 12 миллиметров муравьи черные лапки мандибулы и усики с коричневым или каштановым оттенком обитают они в индии таиланде вьетнаме и южном китае практически как и у всех пани рим семьи у пожарников немногочисленны и достигают порядка двухсот особей так сказать возглавляет колонию может или матка или гомергат матка слабо отличается от рабочих особей ее можно узнать только по более крупному тораксу питаются муравьи насекомыми в основном конечно это мертвые насекомые и едят сочные фрукты фуржировка осуществляется преимущественно в ночное время активность днем минимальная хотя на моих муравьях я этого не заметил частенько днем один из муравьев ползает по арене что-то выискивает или тусуется в поилке в природе эти муравьи живут в земляных гнездах в том числе в уже существующих пустотах и полостях покинутых гнездах крупных насекомых и под поваленными стволами деревьев и теперь об особенностях почему же их называют пожарниками все просто в случае опасности или тревоги муравьи с приглушенным шипением выпускают из 5 точки тонкую клейкую пузырчатую струю интересная особенность не правда ли как и большинство пани рин эти муравьи не могут ползать по вертикальным гладким поверхностям ну и эти ребята или правильное сказать девчата имеют жало многие источники утверждают что они жалоб практически не применяют хотя когда я кидаю им придавленного таракана они активно поливают ее пеной и периодически жалят по развитию яиц можно сказать следующее время развития от яйца до кокона около 30 дней и от кокона до рабочего также около 30 дней кормим пожарников придавленными или мертвыми насекомыми и даем сладкие сочные фрукты рекомендуется постоянное наличие поилки с водой в случае недостатка белкового корма достаточно активно могут пожирать свой собственный расплод температура содержания 20 28 градусов цельсия влажность около 50 80 процентов вы видите что у моей колонии достаточно быстро появились личинки и уже появилось 4 кокона и эти коконы неправильной формы это говорит о том что появятся рабочие как ни странно практически весь субстрат они вынесли поэтому когда я вижу что личинка достигла большого размера и готова к окукливанию я подкладываю субстрат в камеру через отверстие для заселения кормлю я их туркменскими тараканами различных размеров также даю личинки знахаря фрукты пока не давал что-то не хочется мне рисковать увлажняю формикарий я раз в неделю по 4 миллилитра в пятницу вечером произошло долгожданное событие был распакован один из коконов и на свет появился желтоногий симпатяга это рабочий это говорит о том что в колонии действительно есть оплодотворенные осы ну и как итог я хочу сказать что это самые неприхотливые панирины по сложности содержания я бы поставил их на одну ступеньку с диакамами ведь даже при экстремальном проветривание в квартире у меня погибли личинки у винаторов погибла больше половина капканчиков а у этих муравьев и у диакам все окей потерь не замечено личинки и коконы целы в общем очень живучие муравьи есть вероятность что они приживутся даже у совсем начинающих киперов ну и это все ребята что я хотел вам сегодня сказать спасибо за просмотр не забывайте поставить лайк подписаться на канал и до новых встреч всем пока пока а